Далее расчет. Украинские артиллеристы на передовой в Донецкой области говорят, что после месяцев нехватки боеприпасов теперь снарядов достаточно. У нас был лимит на снаряды, довольно большой лимит был. И это ощущалось и по пехоте. Ну, лезли со всех сторон. Пехота страдала. А сейчас уже какого-то снарядного голода нет. И работаем хорошо. Спрос на 155-мм артиллерийские снаряды резко возрос с начала полномасштабного вторжения России. Союзники Украины активно отправляли боеприпасы, но в то же время истощили запасы на собственную оборону. А бойцам ВСУ приходится использовать тысячи снарядов в день. Используем фугасные, дымовые боеприпасы, мины используем и осколочно-фугасные. Поставки вооружения возобновили после того, как в апреле был одобрен пакет помощи от США на сумму 61 миллиард долларов. За военной поддержкой к так называемым союзникам обращается и Кремль. А это значит, в стране-агрессоре не так все радужно, как утверждают российские пропагандисты. Эти переговоры Путина с Кореей, с Китаем, они не помогут. Мы выиграем, мы победим. Это наш дух, это Украина. Мы ее защищаем. Мы победим. Любой ценой мы все равно победим. Даже уступая противнику в численности военных и количестве боеприпасов, защитники Украины полны решимости и уверяют, оккупантов не будет на нашей земле.